Девушки отдыхают Новый человек в этом городе? Я не знаю. Я знаю, что в Иркутске, например, этот спектакль идёт очень хорошо. А как здесь он пойдёт? Не знаю. Мы будем стараться достучаться до публики, чтобы как-то её задеть, как-то её расшевелить и как-то её взволновать. Это ведь складывается из всех настроений, всех артистов и всех, кто занят спектаклей. Кроме того, что написал автор, это в большей степени складывается из исполнительского настроения. Здесь элементы есть всего и даже смешного. Есть много элементов мелодраматических, много слёз, потому что ситуация такая. Есть и трагические элементы. Из элементов, из чего состоит наша жизнь. Труппа мобильная, труппа хочет работать. Это самое главное. Если артист выходит и заинтересован в работе, у него всё всегда получится. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так 25 числа. Но получится обязательно. Но для семейного просмотра это подойдёт. 12 плюс у нас заявлено. В принципе, ничего там такого, никаких тем сложных не обсуждается. Всё, темы человеческие, человеческого бытия, такого, с одной стороны, достаточно простого, с другой стороны, это как раз вот та ткань, из которой наша жизнь и состоит. То есть это можно от 12 до бесконечности. Я его могу организовать одним словом. Это надежда. Надежда, которая всегда теплится в человеке, в каких бы сложных человеческих, житейских передрягах он не был. У него всегда есть маленькая-маленькая надежда. Вот мы, мне кажется, призваны давать такую надежду этим спектаклям, что не всё так плохо. Может быть, плохо совсем в жизни, но где-то, если она у тебя есть, где-то она теплится, ты только её поищи, а ты её обязательно найдёшь. И обязательно приплывёт этот алый парусник к тебе. Всё.